Всем привет, мои дорогие зрители, подписчики и гости моего канала. Что-то я долго не снимала, точнее, не долго, а давненько уже не снимала обзор своего подоконника, своих цветущих и не цветущих орхидей. Вот, ну, хотелось бы вкратце о каждой поговорить, беглый обзор, не беглый обзор, не знаю, более тщательный и более развернутый. Это затянется, как всегда, на три части у меня, по полчаса каждый, не все это выдерживают. Ну, я вот хочу сегодня, вот как получится, у меня сейчас в 30 минут уложиться, так я и, в общем, постараюсь. Новостей накопилось много, тоже таких исторических данных, как говорится, о каждой орхидейке. Вот, ну и хочу приступить к радостным новостям, я уже предыдущее видео говорила. У меня проснулась морозная вишня и в пазухе листа, сразу с нее начну, выдала цветоносик. Не знаю, насколько ей сил хватит, поскольку на старом цветоносе срезанном она пробудила пучку, вот там, и собралась цвести, выдала цветонос. Вот, ну, судя по внешним данным и по всем показателям, она наращивает внутренний лист. Я уже в предыдущем видео говорила об этом. Корневая у нее тоже хорошая, вот, как вы видите, там еще и корешочек хороший торчит сверху. Как вы можете наблюдать, она частично сверху присыпана мхом, а в основном она сидит в кокосовых чипсах. Вот, и вот какие у нас результаты уже спустя почти полгода. Купила я ее в мае, в июне месяце, вот такой лист она, не знаю, девочки, вам видно или нет. Ой, в общем, там она лист нарастила, вот, с этой стороны более-менее видно так. Она лист нарастила, ну, в общем, прекрасно она себя чувствует. На первом плане, как вы видите, у нас уже огромный-огромный цветонос в палец толщиной, почти что, посмотрите. Это моя Леди Мармелад или Джакбау Венус Доритонопсис. Какой он громаднейший цветонос тянет, это просто потрясающе. Прошлые цветоносы, она так и не стала пробуждать почки. Я решила, мы с мужем так посоветовались, и решили их еще чуть-чуть укоротить, как положено, до третьей почки. Точнее, до третьей почки сверху, над третьей почкой срезать. И там тоже вроде как была пробужденная почка, вот, но она застыла, и мы так поняли, что все силы она перенаправила на этот цветонос, поскольку он очень сильный и мощный, вот, там мы не дали развиваться ничему. Ну, в общем, пусть она все силы уже бросает на этот цветонос и дальше уже наращивает его. Внутренний лист, как вы видите, дальше продлился, развился, в общем, скоро уже в стенку упрется. Действительно, размах листьев огромнейший просто. Каждый лист по 33, я помню, измеряла или 35, вот, последние два листа вот этих уже до 35 сантиметров, это минимум уже. То есть, полный размах, если в общем объеме считать, это 70 сантиметров. Корневая тоже там замечательная, сверху чуть-чуть мхом укутана. Корешки, как положено, лезут всегда из горшка, сидеть внутри она не хочет, но, к сожалению, горшок не очень прозрачный. Я надеюсь, хоть чуть-чуть видно, какие там корешки. В общем, не буду затягивать видео, потому что каждая минута дорога и на счету. В общем, та орхидейка, которую мне подруга приносила, к сожалению, остался один живой корешок. Вот, ну, это было изначально видно, надо было просто, мы уже поздно с подругой подхватились, вот, надо было сразу уже реанимировать ее, а мы дождались, пока там уже начали затвердевать корешки, деревеснить, желтеть очень сильно листья стали, они такие еще плотные, восковые стали, какие-то такие прям, как пластмассовые, ну, в общем, поздно сподхватились. Последние конвульсии оказались уже бесполезны. И вот этот один огрызочный корешок, в общем, она у меня сидит здесь в коре с мхом, я на нее надежды не питаю. Так, плохих новостей у меня не так уж и много, ну, я просто хочу их озвучить о том, что уже в кадре эти орхидейки попадать в кадр уже не будут. То есть, я перезаказала свою полермочку, вот, если случай предоставится, может, тогда полермочку подарю своей подруге, или же, может, детки добьюсь, не знаю. По поводу Сары в закрытой системе я тоже тщательный обзор проводила. Единственное, что там в видео я неправильно немножко озвучила, к какому же совету я хочу прибегнуть. Я хотела услышать от вас в комментариях, есть ли у вас опыт и знания применения микоризы именно в закрытой системе. Вот, кто применял микоризу в закрытой системе, какие результаты. Вот, потому что я чувствую, что без микоризы мне не справиться, и многие откликаются о ней хорошо. Результаты действительно очень хорошие. Я уже заказала микоризу, вот, она скоро приедет. По поводу Сары я много говорить не буду, вот, и по этой закрытой системе. По мини-марку тоже хочу сказать, быстренько-быстренько так озвучить результаты положительные в закрытой системе. Бух ты мой, он еще один корешок дал, я не видела. Вот еще один корешочек. Вот маленький корешок пробивается сквозь листики. В пазухе листа однозначно лезет цветонос. Так, я не поняла, это же второй цветонос. Девочки, второй цветонос, это первый раз за все время прибытия у меня уже в доме. Это уже второй цветонос. Кстати, вчера его не было. Я же тщательно осматривала растение. Да даже сегодня утром я его крутила, вертела и не видела. Скорее всего, не видела. Девочки, это два цветоноса в пазухах. Внизу идет новый корешок. И вот еще новый корешок. Ура, девочки! Наконец-то на два цветоноса. Наверняка вы все помните, как я, ну может быть не жаловалась, а уже озвучивала тот факт, что у меня все время он сколько не цветет, сколько не растет, все время на один цветонос. Я не могла добиться двух, трех, четырех. Ну, может, конечно, это будет очень приятная новинка новостей, конечно. Ой, девочки, уже заговаривалась радость, полные штаны, я извиняюсь. Листик. Ну, в общем, тут уже результат на лицо вы все видите прекрасно. В закрытой системе это все происходит. Девочки, спасибо вам за ваши комментарии и советы по поводу закрытой системы. Вот как мультифлора откликается на закрытую систему. Одни плюсы, сплошные плюсы. Дальше. Это у меня мисс, которую я, ну, скажем так, не спасала. Ну, вот теперь кто есть кто. По-моему, вот эта мисс у меня хорошо процвела, потому что кустик более здоровенький, чем нежели тот, который у меня есть. Другой. Это вторая перезаказанная у меня, и она цвела крупно, на три бутона. Сразу на три цветка крупных. Простояла три месяца практически. Насколько мне память, если не отшибает. Если я помню, то... Ну, вот мы восстановились, девочки. Результаты прям действительно налицо. Вот стволик увеличила, попу надула. И, извиняюсь за ногти мои страшненькие. Не обращайте внимания. Просто я сейчас бегом-бегом. Мне еще надо бежать проплатить орхидейку, поэтому... Ой, записалась на ногти, все сделаю, девочки. Просто не обращайте внимания. Вот. И листик, конечно, да, вот такой. Немножечко скрюченный, но уже видно, что она его доращивает. Вот. И результат уже сразу виден. Также хочу перейти к недавнему прибывшему растению. Это доритонопсис. Пурпл мартин. Прошу прощения за оговорочку. Наш красавец цветет, серебрится, блестит. В общем, сплошное заглядение. Даже мужу он понравился, я не ожидала. Вот. Мы хотели вялость у индига. Я уже говорила об этом. Вот. Ну, пока мы взамен взяли это. На вялость у индига мы еще думаем. Просто не совсем уверены, что там будет именно такой темно-фиолетовый цвет, как здесь. Именно что касается синих и голубых орхидей. Вот. По поводу этого доритонопсиса и другой растюшки у меня есть две замечательных ссылки. Я в описании или в комментариях брошу. Или же можете заглянуть к Марии Стебловской. Там это совершенно новый канал. Я еще не видела его. Вот. Может, не обращала внимания просто. Она потрясающе описывает эти два растения. Буду Трезер и Доритонопсис Пурпл Мартин. Замечательный там рассказ. Что касается именно по литературе, все правильно. Уход, выращивание и так далее. То есть там действительно и уже предоставлено огромное растение. Вот. Ну, по сравнению с моим, я считаю, что это уже огромное. Так. Дальше. У меня приехали, как вы помните, четыре растюшки. Одна из них, конечно же, пропала. По, так скажем, немножечко, ну не вовремя среагировала. Опять же таки, осень, холод, сырость. То есть, сочетаются, да, вот эти вот все желтые листья, а подашки начинаются проблемы. Это у меня тофи. Она нарастила замечательно лист внутренний. В общем, погнала в рост. Начала укореняться по поводу корней. Ничего пока сказать такого, такого не могу. Ой, я извиняюсь. Ну, вроде бы вот тут вот уже похоже, как корешок пытается дальше уже носик клюнуть и пробиться. Результаты малы, но они есть. Медленно и уверенно мы продвигаемся вперед, развиваемся и тем самым наращиваем массу свою. Дальше у меня идет куэркли, трижды перезаказанный. Результаты положительные во всех сферах. Вот, что касается корней, они уже и пушистые, и толстые, и со всех сторон уже начинают заплетать горшочек. Вот, там-сям, внутри вон сверху корешки тоже. Вот, уже из горшка пытается вылезти, не сидится ему в горшочке. В общем, результаты, девочки, просто неимоверные. Это, что касается полива СНБ-101. Явно не без него этот результат, я добилась корней. Ну, а тут немножко искривился стволик, потому что я не запомнила, какой стороной ставила обычно к стеклу. И лист она деформировала и погнала его искривлять шейку. Вот. В принципе, это не так уж и плохо, но плохо тем, что у меня уже есть одна орхидейка лежачая. Она цветоносы дает только с одной стороны. Вот, корни она внутрь, вниз под лежачий стволик дает. Ну, и какая-то такая буква Г однобокая получается. В общем, если кому не страшно от лежачей орхидеи, то, в принципе, это не беда. Ну, а для некоторых это, конечно, проблематично и трагично. Хотя, ну, я к этому спокойно отношусь. Единственное, что вот этот лист, конечно, да, он уже торчком, как ухо торчит, уже ничего с ним не сделаешь. Вот. Ну, в общем, такой немножко кривулячный получился. Если б я вовремя заметила, какой стороной он там растет, видите, даже видно, он стволиком туда аж прям уперся. А здесь сюда торчит. В общем, вертолетом пошел. Дальше у меня идет... Это Inscreption Sinensis Numbae Nensis. Результаты у нас небольшие, но есть. Вот. Несмотря на то, что она отжелтела листик, вот, старенький, она наращивает новый. Вот этот немножко тормознула листик, вот он. И замечательно внутри наращивает листочек. Корень тот продлевает под листочком, вот. В общем, медленно и уверенно мы тоже доращиваем все. Ну, вот этот листик тоже немножко желтоват. Я так понимаю, что это все было холод и сырость. Немножко прибило его этим холодом. Будда Трезер я недавно показывала у нас результат. Новый листик пошел. Вот, новых корешков нет. Ну, пока ждем и мечтаем о главном. Так, это у меня Shining Queen из сортовых орхидей. Вот, замечательно нарастила два листа внутри. Второй сейчас немножко тоже доращивает. Вот, уже более такой выразительный окрас листа. С красной окантовочкой, вот, с бордовенькой. Этот немножко бледноватый был. Стволик он нарастил тоже. И вот пробивает корешочек. Сейчас. Вот. Пробивает внизу корешочек. Нам пытается его показать. Свести как бы ему еще рано. Мы пока на это не надеемся. Но, что касается корней, вот, могу четко сказать, что он уже дошел до низа горшка. Уже упирается в дно. Горшочка своими корешками. Вот, все уже оплетено. И это буквально с весны. Вот, за полгода. Вот так вот у нас уже вот такой результат. Шикарнючий. Дальше у меня идет, я так с ветки на ветку прыгаю уже, как воробей. Тут на второй полочке у меня обосновался и прижился хорошо брейзис. Это мы в прошлом году брали. Он долго нас не радовал цветоносом. Мы уже увидели цветонос хотя бы у него. Корни тоже тут. Я еще смеялась над этим корешком. Пымпочка непонятного происхождения. Вылез непонятно как вообще. Тоже вот он до конца горшочка уже достал корешками. Начал все заплетать. Вот, тут вообще взрыв корней, как я это называю. Вот, в общем, замечательные результаты. Листик тоже там доращивается. В общем, силы тоже правильно все распределены. И туда, и сюда. В общем, пока я одного цветоноса для него достаточно. Следующая орхидейка, это у меня орхидволд. Муж себе заказывал ее. Сортовая. Вот, цвести она пока не собирается. Это, в принципе, ну, может быть и готовая к цветению. Вот, тут должен был цветоносик быть. Вот. Ну, он немножечко так застыл в своем развитии. Видно, листик помешал. Вот. Плюс еще адаптация повлияла. Немалую роль сыграла. Ну, и вот. Пока с ним все хорошо. Вот, корень наращивает. И там корни все, вот, прям все уже плетено в горшке. Вот. По такому результату уже можно сказать, что с орхидейкой все нормально. Внутренние листики тоже хорошенькие. Чистенькие, ровненькие. Вот такие вот глянцевые. Все с ним хорошо. Дальше. Мой многострадальный феникс. Вот. Мы вроде как и на месте не стоим, но в то же время и не развиваемся. Ну, по крайней мере, не погибает. И вот это уже хорошо. Ну, вот немножечко застыл он в своем развитии. Пока стоит на месте. Вот. Это, может быть, еще повлияло то, что я обрабатывала его фундазимом. А, как всем известно, фундазим и фундазол очень сильно тормозит развитие растения самого. Очень сильно влияет на рост и на развитие самого растения. Поэтому чувствую, что нам еще долго ждать. Дальше. Здесь у меня моя перезаказанная баяма. Как я уже всем говорила, вроде растения не готовы еще к цветению. Слишком рано. Вот. Ну, что я вам скажу. Листья длинные. Четыре листа. Шейка вытянулась. Немножко окрепла. Немножко утолщилась. Очень хорошие корешки дала. Вроде как утвердилась уже в горшочке. Вот ее старые корешки, с которыми она приехала. Взяла пальцем и закрыла. Вот он, старый корешочек. Вот. Новый корешок уже продлевает свое развитие. Ну и также у нас на этом все, да? А, ну вот еще какой-то корешок. Наверное, тоже продлевается. Не, это старенький. И там, наверное, внутрь, вглубь тоже. Вот с этой стороны. Ну, я бы сказала, что уже может быть и да. Ой. Главное, чтобы она не потеряла тургор и сама, чтобы мне это самое не пропало. Потому что это, конечно, не очень есть хрушу. Так, маленькая заминочка. Пять сек. Так, поехали дальше. Извините, маленькая заминочка произошла. В общем, в первую часть я все не уложусь. Я смотрю, у меня еще тут целая подставка. Еще и сверху здесь все осталось. В общем, первую часть через 10 минут завершу. И придется все-таки перейти на вторую часть. Перед вами сейчас Red Yes. Это, кто помнит, в августовцевом цветении у меня попало. Но в обзор цвел первый раз на 5 цветков. Очень потрясающий цвел. Вытянул все бутоны. Долго стоял. Засушил все до конца. И вот я цветонос уже срезала. Так как я недавно тоже в обзоре захватывала его. Якобы он разбудил почку и собрался цвести. Увы. Он цветоносик, который разбудил почку и стал наращивать. Я нарастил всего где-то 7-8 сантиметров. И выдал всего один бутон. Все. На этом застыл. Долго стоял. И я поняла, что с него уже смысла нет. То есть, тем более он начал наращивать такой замечательный лист. И корневую. Мы решили дать ему отдохнуть. То уже, когда захочет нормально процвести. Уже, наверное, в следующем году. К Новому году. Ну, в общем, пока без него обойдемся. Пусть лучше сил набирается. Вот. Хотя, в принципе, растение нормальное. Вот. Но мы не стали мучить растение. Мы все-таки ему дали отдохнуть. Вот. Вот такой вот он со стороны. Вот. Корни, конечно, шикарные. Тут, в принципе, можно было бы дать цвести. Но одним бутоном это смешно. Это даже, ну, как бы не интересно. Вот. Так что мы решили ему отдохнуть. Уже, когда захочет. Может, весной он разбудит свои там почечки. Вот. И начнет свести, как положено. Хотя, может, он где-то там в пазухе и прячет новый цитонос. Но я сомневаюсь. Дальше у меня идет Наоми. У Наоми тоже все нормально. Я ее тоже недавно снимала. Вот она новый корешок доращивает. Листик внутренний доращивает. В общем, тоже развивается, как положено. Все с ней хорошо. Вот. Дальше я перейду к табору. Вот. Табор это стандарт. Где-то даже я читала, что это грандифлора. Вот. Тут шикарные крупные цветы должны быть. Раскраска там вообще пятнышная, замечательная. В общем, вот эти два цветоноса она развивает. Потихонечку, помаленечку тоже. Не торопясь. Корешки тоже вот хорошо наращивает. Вот. Лист тоже доращивает. Все замечательно. С корнями тоже тут все отлично, хорошо. Вот. Корни уже уперлись в донышко. Тут вообще пошло на корнях разветвление. Жирнючее. Так что, в принципе, ему уже время пришло цвести. Я немножечко как бы успокоилась на этот счет. И не бью на бат. Что касается следующей орхидейки. Вот. Не помню, обращалась я к вам или нет. Иероглифика действительно вот немножечко медленная. Тугодумистая. Вот. Тоже немножко вот как на листе чуть-чуть тургор теряла. Но мы его замечательным образом восстановили. Хотя это, наверное, еще тот слом, который когда еще по приезду. Вот тут появилась полоса еще три месяца назад. Желтизна. Это была сырость и холод. Внутренний листик она, как бы это сказать, приостановила в своем развитии. Тоже не хочет развивать. Вот. Но сидит она тверденько. Не шатается. Вот. Углублять я ее не хочу. Что касается корней. Вот. Один корень развивается очень медленно. Вот он. И второй корешок ушел вглубь. И вот он. Вот он. Новенький. Он все еще продлевается. Пытается. Сейчас, если не выпадет из горшочка. Я сейчас покажу. Вот пымпочка его. Тычечка. Ну вот на вот этих двух пока корешках она и держится. Я так понимаю. Вот. Ну, коль корешки развиваются. Кстати, вот еще, по-моему, корешок. Один, два, три. Один, два. Два корешка внутри. Вот они. Если будет, как вам видно. Чуть-чуть увеличу и покажу. Вот два корешка еще. Это стареньких. Но они живенькие. Вот. Что касается сердцевинки. Замерли. Просто листик замер. И пока не собирается никаким образом. Девочки, пушинки. Это... Я сейчас скажу. Я сейчас скажу. Муж брал ватные диски и протирал листики. И вот эти пушинки от ваты остались. Плохо протирал. Пушинки от ваты остались. Ну, в общем, по ней все. Вот такие вот новости. Следующие новости у нас идут о птичках. Замечательно поживают. Следующие новости у меня идут. Это шоколадку. Я, кстати, давно уже, наверное, не показывала. По поводу шоколадки все хорошо. Вот она тоже корнями пробивает листья. Развивается. Лезет из горшка. И что самое приятное и удивительное. На днях я обнаружила. Посмотрите. Она уже листики даже на горшочке не держит. Она уже подняла листы. И она уже очень упругая. Насколько вы помните, я их обматывала марлей и восстанавливала тургор. Это было еще июнь-июль, ближе к августу. И вот это все время, вот эти танцы с бубнами. Вот смотрите, листик уже сам держится. Тургор восстановился. Результат налицо. Я очень довольна. Вот. Где-то опрыскивала. Но в большей степени и по большей части я именно марлечками укутывала их. И вот тургор восстановился практически полностью. Опять эти диски ватные висят. Вот. В общем, по листу видно, что тургор восстановился. Вот. Я не помню, кто у меня спрашивал. Вот еще немножечко такие вмятинки остались на листике. Вот. Чуть-чуть еще как трещинки. Ну, это уже, как говорится, ничто по сравнению с тем, что было в самом начале, когда она потеряла полностью тургор и вообще начала просто чуть ли не пропадать. Вот какой внутренний лист уже у нас нарастился. Он все продлевается, продлевается, увеличивается. Вот. В общем, результаты бомбезнейшие. Кстати, с обратной стороны вот отчетливо видны вот эти вот следы от потери тургора. Вот. Ну и, наверное, на шоколадке я прервусь. Дальнейший мой обзор второй части я сниму и покажу про другие орхидейки. А на этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Не забудьте нажать на колокольчик, а также поставить галочку об уведомлении моих новых видео. С вами была Сытник Нуна и мой канал For All Dream. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok